Знакомься, это Энджела, она будет приглядывать за тобой, пока я не вернусь. Привет, дорогая! Здравствуйте! Всем привет, мои хорошие, рады видеть вас на канале Тилько Плей. Сегодня мы с вами поиграем в новую игру, просто свежайшую, от разработчиков Ларелай. Если вы помните, мы эту игру проходили целых два раза, с разными выборами пытались, насколько это было возможно, и вот у них вышла новая игра, но, к сожалению, она на английском. Но я надеюсь, что мы сможем переводить плюс-минус английский, при помощи, может быть, даже переводчика, поэтому я надеюсь, что все будет чики-пуки, потому что игры вот от этого разработчика мне очень сильно нравятся, вам вроде бы тоже, мы даже настолько нам нравилось, что мы действительно с вами Ларелай сняли два раза. Ну что ж, нажимаем новая игра, с вас, как всегда, лайк, подписочка на каналчик, особенно ставить лайки тем, кто скучал по Ларелай и ждали вот что-то подобное. Посмотрим, сколько вас. Ну, хотя вы все перемешаетесь, но это не важно. Важно, что кто-то из вас в этих лайках точно будет. Ну что, поехали. Играю я на геймпуде. Ну, так, сохранение, короче, это самое. Ладно, давайте я прочитаю, потому что уже что-то началась какая-то проблема. А, ну, короче, сохраняйтесь перед всякими там этими самыми важными моментами, потому что некоторые враги могут вас убить. Выбирайте с умом, потому что ваши решения могут повлиять на дальнейшее развитие сюжета. Наслаждайтесь своими лучшими, ну, для лучшего погружения в игру. Используйте контроллер и наушники. Что у нас и то, и то есть. Так что работаем. Надеюсь, будет интересно. Надеюсь, будет так же масштабно, как это было в Ларелай. У нас здесь какая-то парочка. Муж и жена, видать. Кто-то звонит. Или звонит? Она звонит. Алло? Привет, Энджи. Это Трейси из агентства. У меня хорошие новости. Я получила работу. И еще одну. Ту, которую ты хотел. Водитель на Саус Вест. Так, один джентльмен решил покинуть ферму. И, типа, тебе нужно что-то приготовить, но не слишком сумасшедше. Ну, ты знаешь. Так, она немножко болеет. Так, уже стало сложно. Слова, подожди. Так, дети, и я застаряла в офисе, как всегда. Ну, а ты это полюбишь, я уверена. Энджи? Я не могу. Что-то происходит. Извини. Так. Из того, что мы с вами поняли. Мы, типа, нам позвонила подружка. Сказала, что у нее есть для нас новая работа. Какая-то ферма. Ой, ну смотрите. Графония. Прямо это. На разы выше. Хочется теперь Лорелай в таком перевыпуске. Или вторую часть. Ничего себе. Смотри. Интеракт. Блин, мне нравится. Так, нет. Это последняя вещь, которую бы я хотела видеть на своем кофейном столике. Ладно, хорошо. Экзамены пикчерс. Так, это я и Джеймс. Что за чудесный день? Когда это было? Ну, короче, видать, у них все было плохо. Давайте возьмем фотографию. Ой. Дерьмо. Зачем ты ее разбила? Рука жопая жопа. Стекло повсюду. Курение сохраняет ваш прогресс. Так, ну, курить здоровью вредит, если что. Так что это все плохо. Понятно, мы с вами против курения. Хорошо. Ну, будем иметь в виду, если видим пепельницу, нам нужно достать наш чупа-чупс и потушить его. Спасибо. Ну, мне пока что нравится, несмотря на английский. В принципе, все просто. Если прям совсем что-то не буду понимать, я это самое. Так, какая-то доска. На нее точно лучше ничего не вешать и лучше ее не трогать, то упадет по башке. По-моему, она... Только не говорите, что она решила это сделать. Только не говорите, что у нас игра начнется сразу с депрессивных состояний. Слушай, у меня такая большая... Так, здесь нет выхода, но ничего страшного. Слушай, походу сейчас будет что-то очень плохое. Что-то очень в духе Лорелай. Депрессивное. Но надеюсь, что мы все-таки достанем просто какой-то спрятанный предмет с этой балки, а не будем заниматься чем-то не очень. Так, пресс игрек-то опен инвентарь. А у меня есть веревка в инвентаре. Ну, походу, больше за эту героиню мы с вами играть не будем, ребят. Вот так вот с самого начала у нас женщина решила себе сделать качели. Это просто, знаете, вот эта вот штучка для йоги, вот такие вот веревочки. Вот она хочет просто заняться йогой. Это новая техника. Так, put no surround. Так, засунуть шею, короче, и спуститься. Давай спустимся. Я могу, но, видимо, у меня не остается выбора. У тебя нет выхода, мне говорят. Сдавайся. Не, я не буду сдаваться. Пошли нахер. Нет выхода, получено достижение. Нет, у меня есть выход. Слушай, мне реально... Мне не дают... Мне не дают возможности. Видишь? Что тут, что там. Ну, это Лорелай. Разработчики. Депрессия повсюду. Подруга должна была приехать, я считаю, в ту же секунду. Ну, у меня нет выхода, мне сказали. Так что, передумала. Снова подумала. Ладно, прыгаем. Разбежавшись, прыгну со скалы. Вот я был, и вот меня не стало. Это было два месяца тому назад, когда она еще была жива. Ты выйдешь за меня? Я немножечко нервничаю за пациента. Господи, нет. Вот так вот. Ну, я перевожу, насколько могу. Быть может, не совсем точно, но смысл плюс-минус. Так, выйти за мертвого... за умирающего мужчину, я никогда этого не думала. Япония? Ты шутишь? Конечно, я хочу туда отправиться. Это все равно, что лучшее место на земле. Я боюсь за пациентов. Мы должны начать планировать. Эйприл, это прекрасно. А, апрель, это прекрасно. Везде будут цвести вот эти черешневые растения, цветы. Мы будем путешествовать. Извини, но я не ты самая, что-то там. Ну, короче, чё? Мы планировали свадьбу. А мужчина у меня, по-моему, умирал. Энджи, извини. Он был... Джеймс, прекрасный парень. Извини, что ты проиграл. Извини, что ты проиграл. Извини, что ты проиграла. Это не то, Нести. Что? Я не понимаю, что происходит. Ты в порядке? Ты выглядишь плохо. Так. Блин, слишком быстро субтитры проходят. У меня плохие новости, миссис Визер. Я боюсь. Ну, короче, чё-то произошло мне нехорошее в жизни. Может, мы его скоро найдём? Мы поймём, что нам нужно делать. Извините, миссис Визер. Короче, видимо, мой муж всё-таки откис. Так, шесть месяцев тому назад. Или всё-таки она сейчас не выдержит нас, и всё? Burnhouse Lane называется, кстати, игра. Не, ну, английский не прям сложно. Наши слова, которые я не знаю. Быть может, если не запаримся, мы сделаем этот транслит на русском. Вот. Но, мне кажется, мы запаримся. Подумаем, короче, как это сделать. Хорошо? Очнулась! Чёрт! Ну, или... Как хотите. Но мы сказали, чёрт. Трейси? Я передумала. Я возьмусь за работу. Это великолепно. Честно? Я думаю, что... Так, никто не хочет, короче, туда ехать. Но, типа, ты поехала. Чистый воздух. Я имею в виду, чем можешь не понравиться, но всё в порядке. Я тоже нервничала перед моей первой работой. Знаю, это может быть сложно для тебя. Я рада, что ты поменяла своё мнение. Это прекрасно. И теперь... Трейси. Это моя первая... А, это моя последняя работа. Мне просто нужно немножечко накопить денег, и затем... Я хочу попутешествовать немножко. Отправиться в Японию. Увидеть этот... Черри Блоуссона, это, наверное, этот, Сакура. А, окей. Типа, отпуск уже очень скоро. Но ты же вернёшься, да? Я дам тебе знать, когда вернусь назад. Пока. Ну ладно, чё-то я понимаю, чё-то не понимаю. Ну, извините. Там, где не понимаю, буду молчать. По-тупому. А вы будете сами писать. Ох, как красиво сделали чаптер. Чаптер 1. Круто. Don't let the cats in. Так. Don't let the cats in. Это что такое? Дай ей дрить твою мадрить. Ну, ёпта. Ну, я не успела. Ну, какого хера? Так, надо сразу телефон вот так положить. Чтоб я его такая, если что, это и смотрела. Куда-нибудь его посадить. Ну, мы приехали на ферму с вами. Блин, красиво так стилёво выглядит, конечно. Так, сексуальная белая машина. Я думаю, что она в фермерской дочери. Надо бы с ней познакомиться, если она здесь. Ну, что-то типа того. Так, когда вы гуляете, нажимаете Б, чтобы бегать. Ага. Ка, смотри, у меня тут есть козочки. А, это загон для этих. Для, хотел сказать, для свиней. Лучше не открывать его. Кто знает, что могут сделать овцы, действительно. Действительно, овцы такие загадочные животные. Я думаю, сначала нужно сказать привет всем. Перед тем, как я тут что-то буду делать. Ладно, пойдёмте здороваться. Я приехала на ферму. Ой, какая она отвратительная. Вы, наверное, Энджела. Заходите. Здравствуйте. Как дела? Я приехал на вашу работу. О, вы спасли меня. Папа частенько, типа, что-то там на машине уезжает. Но она, типа, что-то там... Бляха, что так сложно-то, ёб твою мать. А, я не очень люблю возить овца на работу. Поэтому, ну, мне нужно заботиться о себе. Ну, теперь, типа, ну, короче, я буду, походу, возить её отца. Он покинул эту жизнь. Ой, этот дом. Надеюсь, вы будете, типа, счастливы на моей ферме. Так, да, это прекрасное место. Я согласна. Да, это прекрасное место. Да. Так, короче, она сказала, что, типа, это прекрасное место, но для девушки, которая выросла на ранчо, это место ещё прекраснее, не так ли? Ой, вас надо познакомить с отцом. Пойдёмте, я вас познакомлю с моим отцом. Смотри, у него есть тюточка. Пойдёмте знакомиться с отцом. Кто бы он ни был. Пойдёмте. После меня, значит, после меня. Где этот старый маразматик, с которым я должна буду нянься? Ну, это, типа, сиделка, получается, да? Знакомься, это Энджела. Она будет приглядывать за тобой, пока я не вернусь. Привет, дорогая. Здравствуйте. Ой, извини, должно быть из офиса. Мне нужно ответить. А мне что, с дедом общаться, что ли, серьёзно? Я не хочу общаться с дедом. Алло? А, привет, Сэм. Нет, я недолго. Я просто показываю дом для новой сиделки. Я буду где-то через этих пять сего-то там. О, я знаю, ты всегда так делаешь. Да. Увидимся скоро, та-та. Поговорила? Ой. Так, мне нужно уехать и действительно побыстрее. А что мне с экраном стало? А, нужно приготовить еду. По правде, он любит сэндвичи жрать каждый день, но не давай ему делать это слишком часто. Я оставлю тебе, Лис, его любимых закусок, так что помогай ему с этим. Короче, мы сиделка. Мы будем помогать дедулям. Так, это спальня, спальня папы иногда понадобится с помощью тем или иным делом. Он больше всего дней ему всё отдаётся делать самостоятельно, короче. Можешь всё делать сам. Это комната, которую он использует в ванной. Опять же, просто следи за ним, чтобы убедиться, что он не поскользнулся на плитке, не сломал бедро или что-нибудь такое. Папа любит звонить Джорджу. Если будешь с ним иногда гулять, это нормально. Или зовёт. А ещё он смотрит телевизор. Так что свободное время ты можешь заниматься с собой. В доме есть много старых книг, компьютер. Но я не уверена, что он работает. И, наконец, моя старая спальня. Это теперь твоё место, так что чувствуешь себя как дома. Просто не пускай сюда кошек. Короче, только без кошек. Что она мне не нравится? Какая-то подозрительная у неё комната, если честно. О! Я могу покурить. А вот и кошка, кстати. Привет. Кошка такая. Кто куда, я пос... Так, я оставил тебе маленький гайдбук на кухне. Убедись, что ты сделала всё. Ладно. И, пожалуйста, держись. Не спускай глаз Джорджа. Я знаю, что он хороший, но иногда бывают такие моменты. А кто такой Джордж? Друг отца нам сказали, да? Или это, может быть, баран Джошка, который там всех приходит, бодает? Не, ну пока неплохо. Возможно, не всегда я чётко что-то перевожу, но в целом всё understand. Так, ну давайте потушим чупа-чупс. Потому что чупа-чупс тушить надо. Очень стилёво, конечно, это выглядит. Мне нравится. Так, старый большой гардероб. Если мне нужно будет где-нибудь спрятать мёртвое тело, то эта комната идеально подойдёт. Фонарик давайте возьмём с собой. Возьмём. У нас теперь есть с вами фонарик. Полочку. Так, если я что-то миленькое найду, я могу поставить на эту полку. Надеюсь, я в этом доме найду что-то миленькое. И мы сможем сюда действительно что-то поставить. Значит, мне нужно сначала посмотреть, что я заперто. Список дел. Так, давайте побегаем. Что это у нас за комната? Так, дырка в стене. Я могу отсюда посмотреть в другую комнату. Нахрена только? Непонятно. Выглядит как старая вентиляционная сетка. Похоже на клетку для хомяка. Я не могу сказать, отсюда есть ли внутри хомяк. Возможно, там дохлый хомяк. Это какая-то бабская, да, судя по всему, комната. А может быть, какой-нибудь жены деда. Это что? Надо каждую комнату посмотреть. О, а что меня в этой комнате не поселить? Смотри, какая уютная. А, кровать Джорджа. Ничего, ну, такого, фэнси, конечно же. Старый мужчина. А, такого старика, как Джордж, мало волнует удобство. А, так подожди. И цветочек он есть. Просто цветочек. Для сердца и почек. Старый, этот, чемодан. Ну, ладно, это неинтересно. Подумаешь, старый чемодан. Хорошо, это комната Джорджа. То есть, у нас, получается, два старика или батю зовут Джордж? Я что-то запуталась. Реально запуталась? О, компуктер. Так, нажать кнопку он, чтобы он заработал. Давай. Но он, видать, не работает. Надо найти кнопку. А, так это вот, я могу отсюда тоже поглядывать. Хорошо. Сейчас посмотрим. Это что? Это ванная. Так, ванная. А, раковина ванной. Ясно, что это место Джорджа. Бритвенные принадлежности сбоку. И клочки волос повсюду. Клочки лобковых волос добавим. Ладно, это комната Джорджа ванная. Ну, походу, да. Реально, деда зовут Джордж. Я просто чуть забыла, как его зовут, пока перевод делала. Так, это где мы? Это еще одна ванная. Это еще одна раковина ванной. Синк, значит, раковина. Туалет. Экзамен. Выглядит довольно чистым. Я думаю, Джордж использует туалет наверху. Открыть крышку. Юс туалет. Я могу сикать. Долго терпела. Флаж. Прикольно. Я могу сикать, это очень прикольно. Сикать мы с вами любим. Так, open door. Так, это дверь в подвал. Пошли в подвал, сходим. Что у нас в подвале? В подвале довольно-таки темно. В подвале есть бойлерная. Красная кнопка на бойлере. Окей. А это что? Экзамен. Так, это какой-то этот. Заперто. Но это если что, я сюда могу приходить. Так, странная дверь. Заперто. Что-то какие-то тут у деда непонятные деревья прорастают в подвале. Я б на его месте бы это самое. Давайте закроем дверь. Чтоб если что, мы сюда не ходили. Что мы не виноваты. Так. Бухлишко, значит, стоит у дедушки. Дедушка у нас иногда побухивает. Неплохо. Что у нас здесь? А, это... Бляха, ёптвою мать. Фига себе тут дом у деда, блин. Ты прикинь? Нормально дед тут на ферме живет. Сколько у него комнат. А я хочу сказать, житочный дед получается. О, это улица. Бля, очень миленько. Что это такое? Собачьи какашки? У-у-у. Ммм, маленькая могилка. Выглядит как-то так. Кто-то его не дозакопал. А я не могу его дозакопать? Это, наверное, тот самый хомячок из клетки. Заперт. А чего ж его никто не закопал? Почему я его не могу закопать? Бедный хомячок. Прикинь, сколько лежит там, пухнет. Он же потом вонять начнет, рано или поздно. Да ёптвою мать, я нажимаю кнопку случайно. Извините, пожалуйста. Дед. Милое растение. Лучше не выключать старый телевизор, наверное, я думаю. Фотографии. Джордж сидит и смотрит телевизор. А, это ты, Джордж. Make small talk. Немножко с ним поговорить. А что такое теле? Что-нибудь хорошее по телевизору показывают? О, да. Это один из американских фильмов. А, понятно. Короче, дед смотрит американские фильмы. Ладно, не хочу с ним разговаривать. Нахрен мне разговаривать с дедом старым. Пойду посмотрю, что мне она за список оставила. Она сказала, что там на столе какой-то оставила мне список. О, я могу сделать сэндвич деду. Вот, список дел. Должно быть, это та книжка Сара, о которой она мне говорила. Нужно ее взять с собой. Так. Пресс-игрик, то open guidebook. Если вы где-то потеряете guidebook, вы сможете... Если вы где-то заблудитесь, guidebook всегда может вам сказать, что делать. Делайте сэндвич Джошу. Полейте растения. Инстегейт door in basement. Инстегейт. Типа, откройте. Исследуйте дверь в подвал. Все. Ладно, давайте сделаем сэндвич Джошу. Значит, чтобы сделать сэндвич, я возьму уточку. Это, наверное, лейка, кстати. Ой, не, давай останемся здесь. Мне тут понравилось. Pick up a note. Что это такое? Подготовить еду, проверить календарь. Давайте приготовим еду. Так, подожди, у меня нет ингредиентов. Bread. Ham. Cheese. Ну, подожди, дед любит это. Давайте мы сделаем классический русский бутер. Значит, смотри, майонез. Я ему сделаю сэндвич с тунцом. Тунец. Кукумбер есть. Вот, кукумбер. И еще раз хлеб. Все, великолепный. Выглядит немножечко странно. Серьезно? По-моему, прекрасный сэндвич. Ладно, давайте, значит, хлеб. Надо, наверное, сделать сэндвич. Сыр давай. Тогда сыр. Строубери, джем. Кукумбер. Бейкон. Хам. Что такое хам? А, ветчина. Яичко. Выглядит странно. Я сделала странный сэндвич. Да еб твою мать, а что у меня делают сэндвичи американские? Деду, мне кажется, понравится. Ладно, давайте, хлеб. Хам, чиз, майонез, туна, эк. Литьюс. Что такое литьюс? Латук. А, это этот, лук. Так, давайте, строубери, джем. Свиткорн. Свиткорн, это сладкий попкорн. И сверху мустанд. Я сделала странный сэндвич. Да ядрить твою ты достала. Какой сэндвич не странный? Салат. Сыр. Ветчина. Хлеб. Нормальный сэндвич. Иди в жопу, нормальный сэндвич. Хороший, вкусный сэндвич. Все. Подашь этот сэндвич. Ничего он не странный. Сэндвич как сэндвич. А я могу как-то использовать лейку? Наберу воды, чтобы поливать цветы. Надо же наливать водичку. Я налью водичку прямо на тебя. Ох, это водичка. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, поливаем цветочек. Первый цветочек поливаем. Вот такая вот я домохозяйка. Так, давайте второй цветочек поливаем. А? Хорошо журчит. Так, дед. На тебе сэндвич. Только не смей говорить, что это говно. Он ест, похоже, это ему не нравится. Ну и хрен бы с ним. Подумаешь, может быть, я не умею готовить. Ишь, какой неженкой. Нормальный. Это очень вкусный на самом деле сэндвич. Просто он не шарит. Поливаем цветочек. Мне нужно еще где-то один цветочек полить. А ничего то, что я половину цветов я не поливаю, а другую половину я поливаю. Ох, крышку кто-то закрыл. Я ее вообще-то не опускала. Это моя комната же, да? Да. В моей комнате даже цветов, блин, нету. Вот, у этого были цветы. Что-то скажет, я не могу дотянуться. Ой, как сложно все. Меня, конечно, извините. Так, пошлите в подвал. Гоу. Гоу вниз. Исследуйте двери в подвале. Красная кнопка. Экзамен The Door. Странная дверь. Ее нужно как-то открыть. Она заперта. Вопрос, как это сделать. Может быть, нам надо выйти на улицу, найти какие-нибудь там штучки. Так, дверь пусть открыта. Вот тут выход на улицу? А где выход на улицу? По-моему, через деда как-то, да? Без 100 грамм не разберешься, да? А у меня есть еще вода? 10 процентов. Давайте я наполню. На тот случай, если вдруг там не хватит, вдруг надо будет больше налить. Я выйду на улицу. Пойдемте посмотрим, что у нас здесь есть. Может быть, здесь есть какая-нибудь лестница? О, ой. Это что это такое? О, ужас. Что за больной ублюдок сделал это с крысой? Зачем? А, давай возьмем артвертку. Она реально застряла. Мне нужно быть очень сильной, чтобы ее достать. Господи. Пауки повсюду. Эх, ненавижу их. Давайте посмотрим. Металлическая какая-то коробка с инструментами. Давай, откроем. Take pincers. На кусачки. Давайте возьмем pincers. И все. Возьмем все. Теперь мышки. Надо, может быть, знаешь, как сделать? Надо просто применить какие-нибудь кусачки. Давайте. Я думаю, мы так достанем. О, теперь у меня есть отвертка. Фу, а зачем бедную мышку-то препарировали? За что вы так с мышкой-то? Барашек? Привет. Я думаю, стоит вернуться в дом. Потом этого барашка забьем с вами. Я все еще пока что не понимаю, для чего мне с вами отвертка. Но, может быть, я смогу как-то открыть дверь, которую меня попросили. Да еб твою мать. Я вместо B нажимаю A. А, получается вот такая фигня, что я бегаю туда-сюда, туда-сюда. Приветствую вас. А, может, вот это я могу открыть отверткой? А? Смотрим. О, здорово. Это блок предохранителей. И шо? Ну, и шо это мне это дало? Давайте попробуем отверткой открыть дверь. Нет, не работает. Давайте попробуем открыть дверь резаком. Давайте попробуем открыть дверь кусачками. Нет. А че ты до этого его-то не поливала? О! Выключился свет. Вырубилось электричество. Нужно пойти его врубить. Сейчас Джош такое скажет. А почему ты выключила свет? Я вообще-то смотрел фильмы. Опа. Так, время спать. Ночь, ночь, моя дорогая. Спокойной ночи, Джош. Я пойду включу свет, Джош. Пойду посмотрю, шо после него осталось на сиденье-то. Может быть, он ему что-то выронил? Нет, ничего не выронил. Что-то дед темнит. Но надо включить свет, потому что без света будет темновасто. Гоу, вниз. Да, есть у меня фонарик. Ну, пойдем. Пойдем с фонариком включим свет. Ой, а так крипово, кстати. Ля, вот это да. Включить электричество. Вот и все. Ой, киск, привет. Оу. Привет снова, маленький. Все в порядке. Ты не должен бояться меня. Не убегай больше от меня. Мне очень нужны ключи с твоей шеи. Так, ну, пока не будем дергать его. Я думаю, что тебе не нужно бояться меня. Я не кусаюсь. Не убегай от меня, хорошо? Отлично. Ты знаешь, я не хочу навредить тебе, мой маленький друг. Я люблю кошек. На самом деле, у меня были проблемы, типа, с тем, чтобы у меня были кошки. А, люди называют меня крэйзи кошка-леди какая-то. Это женщина-кошка. Мне очень нужны твои ключи. А, надо ему, наверное, дать тунца. Что такое? Ты мне просто так их не дашь? Ой. О, боже. А киска-то убежала? А киска-то все? Кошечка! Не оставляй меня здесь одну. Киса! Куда киса побежала? Фига там киса шею сломала. Киса, подожди, киса, не убегай. Так, киса меня куда-то ведет. Киса что-то... Так, ты реально хочешь поиграть в прятки? Давай, кошечка, где ты? Может быть, она у меня дома здесь? Кися! Кися-пися! А ну-ка, выходи! А, она, наверное, вот здесь в дырку забежала. Кися! А, вот ты где. И что ты там делаешь? Может быть, ты голоден? Может быть, мне дать тебе немного еды? Может быть, ты голоден? Я должен дать тебе немного еды? Я думаю, что дать еды, это прекрасная идея. Сначала мне нужно открыть. А как мне его открыть? Пошлите сходим на кухню, попробуем открыть эту банку как-то. Я не знаю, но, наверное, она как-то так открывается. И тогда это с вами кисю покормим. Я поняла! Все, смотри, это изи! Мы должны вот в эту вот баночку из-под чая котику дать покушать. Все, я поняла. Я просто не знала, что... Я что-то не подумала об этом. Смотри, значит, берем вот эту штучку. Я не хочу класть это в коробку. Немного не понимаю, как это сделать. Если у вас есть предположения, то пишите обязательно в комментарии. Вот, я на этой нотке тогда на сегодня закончу. Может быть, сюда ее поставить? Ладно, давайте тут закончим. Тогда в следующей серии я продолжу. Подписывайтесь на каналчик, поддерживайте лайком. Пишите, как вам игра. Надеюсь, что вам понравилось. Давайте посмотрим, что делает дед. Может быть, я где-то здесь найду какие-нибудь кошачьи миски. Может быть, надо в миску положить. Что, дед спит? Ля, дед спит! Ну, пусть спит. Наверное, у него нога такая страшная. Все, короче, ребяточки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok